Хор Меня зовут Богданова Румия Минировна. Я педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества в Выборгском районе города Санкт-Петербург. Я руковожу средним хором образцового детского коллектива хоровой студии «Камертон». Руководитель хора, дирижер. Я и представить себе не могла, сколько радости и счастья таит в себе профессия педагога. Особенно, если хор детский. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что в моей жизни все шло своим чередом, и выбор моей профессии был вовсе не случайен. Родилась и выросла я в большой семье, в семье учителей. Дома всегда было много гостей, и мы часто устраивали маленькие домашние концерты. Мама часто пела. Пела, даже когда танцевала. От нее мне передалась любовь к музыке и доброе сердце. Основное счастье – это взаимопонимание. Как-то надо вникать в друг друга и относиться ко всему с пониманием. Как говорят, в любом деле должна быть положительная мотивация. И любовь. На любви должно быть все построено. В музыкальном педагогическом колледже я получила первый опыт практических занятий с детьми в детском саду и школе. Я всегда очень любила детей, и мне хотелось быть рядом с ними. Учить и учиться у них, быть другом и наставником. В Университете культуры и искусств мне посчастливилось учиться в классе профессора Татьяны Георгиевны Томашевской. Каждый урок был не только ступенькой к вершине мастерства, но и настоящей школой жизни. Студенческие годы – это встречи и общение с профессиональными и увлеченными хоровым искусством людьми. Сейчас я работаю в образцовом детском коллективе хоровой студии «Камертон». Коллеги на работе – мои творческие друзья. Это команда единомышленников. Мы всегда делимся друг с другом своими успехами, переживаниями и сомнениями. Нас связывает множество проектов, концертов и праздников. Идея единства и общности, заложенная во мне с детства, нашла свое воплощение в моей работе. В нашей студии есть свои традиции, которые помогают еще больше сплотить детей и поддержать общие интересы. Ежегодное посвящение студийце, отчетные концерты, встречи с петербургскими композиторами, праздники в коллективе, общие победы, совместные поездки в загородные детские лагеря, которые надолго остаются в детских сердцах. Вот уже несколько лет мы участвуем также в масштабных городских хоровых проектах, которые объединяют людей разных поколений и позволяют проявить не только свою индивидуальность, но и стать частью большой хоровой семьи, гражданином и патриотом своей страны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании. Общество, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к другу. Общество, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере. Эти слова композитора и руководителя хоровой студии Георгия Струва, услышанные мной в студенчестве, приобрели для меня особую значимость. Они стали ведущими принципами в моей педагогической деятельности.